всем привет вы на канале автозвуки и и данное видео будет посвящено тесту новой шумоизоляции от торговой марки выбер кто не в курсе подобные видеоролики мы снимаем уже не впервой на канале есть большое количество разных тестов и в том числе есть один сводный видеоролик который называется рейтинг самой лучшей шумоизоляции в котором мы определяем лучших из лучших а также в описании под этим видео есть ссылка на google таблицу с подробным сравнением характеристик и стоимости продуктов но с того времени утекло уже слишком много воды стоимости материалов сильно изменились также некоторые из них были сняты с производства а на рынке появились новые поэтому данным видеороликом мы начинаем новую серию тестов для теста я взял 8 образцов вспененного каучука толщиной 6 миллиметров новинка материал от вибрекс который представлен двумя моделями без ламинации фольгой и с ламинацией а также 6 материалов которые принимали участие в прошлых наших тестах это практик acoustics и ultimate все они представлены также в двух вариациях без ламинации и с ламинацией к сожалению материал практик уже снят с производства поэтому с одной стороны его нет смысла тестировать а с другой стороны если когда-то ваш автомобиль был оклеен данными материалами тот тестирование этого материала в сравнении с материалами от acoustics ultimate и вибрекс поможет вам понять на каком месте или в каком положении находится данный материал и насколько лучше или хуже будут те материалы которые сейчас есть продажи вспененный каучук относятся к шумоизолирующим материалом то есть в отличие от шумопоглотителей которые делают из поролона шумоизоляторы отражают звуковые волны от своей поверхности таким образом условно может создаваться какое-то эхо преимуществом таких материалов относится то что они в принципе не боятся влаги точнее сам материал не напитывает влагу так как имеет закрытую ячейчистую структуру но клеевой слой все-таки под воздействием влаги может отклеиваться к недостаткам вспененного каучука как и собственно говоря вспененного полиэтилена который обычно продается под названием сплен можно отнести невысокую эластичность эти материалы не очень гибкие и при оклейке участков с сложным рельефом они приклеиваются плохо то есть остаются какие-то пустоты неровности а в некоторых местах материал из-за того что имеет память просто стремится выпрямиться и тем самым отклеится поэтому вспененный каучук как и вспененный полиэтилен лучше клеить на ровные плоские участки с другой стороны вот этот новый материал от вибрекс он существенно отличается по параметру эластичности этот материал очень мягкий очень эластичный это пожалуй чуть ли не самый эластичный вспененный каучук из тех которые я встречал но мы еще не знаем насколько он хорош по шумоизолирующим свойствам материалы из вспененного каучука обычно продаются под названием софт они конечно немного мягче и эластичнее чем вспененный полиэтилен который продается под названием сплен но тем не менее по эластичности этим материалом далеко до вспененного полиуретана хотя у полиуретана тоже есть свои недостатки также несмотря на общее торговое название софт все материалы которые продаются под таким названием между собой отличаются если мы видим в описании что этот этот материал является вспененным каучуком это еще не означает что оба материала одинаковы у каждого материала может быть своя уникальная технология которая сказывается на цвете эластичности шумоизолирующих свойствах и так далее например сейчас мы видим четыре разных материала и все они отличаются между собой практик софт пожалуй самый жесткий вибрекс наоборот самый эластичный acoustics и ультимейт софт имеет примерно одинаковую жесткость и они чуть более жесткие чем вибрекс и при этом все материалы отличаются между собой по цвету каучук от практик я убрал из кадра так как он снят с продажи а вот о вибрекс acoustics и ультимейт мы еще поговорим из этих трех материалов вибрекс и acoustics самые доступные по цене и у них практически идентичная стоимость но у обоих материалов отсутствует армирующая сетка на клеевом слое у ультимейта который подороже присутствует армировка клеевого слоя также хочется отметить что сам клеевой слой на мой взгляд у ультимейт и acoustics более надежный то есть здесь карпит держится очень жестко у вибрекс карпит отклеивается при малейшем усилии при том что карпит я наклеил неделю назад то есть адгезия уже должна была произойти в общем случае с новыми материалами от вибрекс мы с одной стороны имеем очень эластичный вспененный каучук который за счет своей эластичности должен хорошо держаться на рельефных участках но с другой стороны как мне кажется клеевой слой здесь имеет не самую лучшую адгезию в классе и поэтому слабый клей может нивелировать такие невероятно гибкие свойства материала но клейкость и гибкость это только одна сторона вопроса вторая сторона вопроса это шумоизолирующие свойства и для изучения этого момента мы проведем простой эксперимент но для начала несколько слов о том зачем на тыльной стороне шумоизолирующего материала наклеен карпет дело в том что каждый шумоизолирующий материал имеет собственную противоадгезионную подложку которую мы отклеиваем для того чтобы в последующем уже монтировать материал на поверхность у разных материалов эти подложки делаются из разных материалов где-то полиэтилен где-то бумага где-то бумага толще где-то тоньше и так далее все эти материалы имеют определенные акустические свойства в случае с карпетом можно говорить что данный материал является практически акустически прозрачным если мы тыльную поверхность материала оклеиваем карпетом то в какой-то мере уравниваем шансы всех материалов для изучения акустических свойств разных материалов мы будем использовать специальный лабораторный прибор это так называемое ведро ёжика она представляет из себя стальное ведро которая клеена толстым слоем виброизоляции шумоизоляции и шумопоглотителя таким образом если мы положим внутрь ведра источник звука звук может выбраться наружу только через верхушку этого ведра а если мы накроем верхушку каким-то материалом и поставим рядом шумомер то по разнице звука до и после сможем понять какое количество звуковых волн отсекает тот или иной материал при этом не важно какой стороной материал будет прикладываться к источнику звука как мы видим с этой и с этой стороны материал имеет абсолютно идентичную структуру за исключением того что вот здесь уже добавлен клеевой слой поэтому материал можно прикладывать как клеевым слоем к источнику звука так и лицевой стороной карпет я еще раз повторюсь у нас является акустически прозрачным для начала нам нужно измерить уровень шума при открытом ведре для того чтобы получить контрольную цифру максимального уровня шума и от этой цифры мы уже будем отнимать значения полученные при использовании разных материалов теперь включаем источник звука который находится в ведре и измеряем максимальный уровень у нас получилось 88 и 2 децибел обнуляем значение теперь снова включаем источник звука и по очереди тестируем материалы вот так вот клеевый вот так вот насоса вот так вот Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok